Слушайте, мы снули у меня тут, нет? Как настроение? У меня так давно не было в Воронеже вообще, я думаю, самое время наверстать упущенное, да? Или поеду? Нет! Нет, точно? Так, окей, все с хорошим настроением, это главное, потому что у нас впереди достаточно большая программа, я думаю, около четырех часов это все дело займет, и надо вашу веру в лучшее, да? Да. Давайте еще раз, мои аплодисменты вам. У-у-у! Класс! Так, давайте, значит, добрый день, Воронеж, еще раз. Я рад, правда, быть здесь на этой сцене, потому что действительно уже по вам вообще заскучал, постоянно получаю какие-то сообщения, типа, а вы приедете в Воронеж, а не приедете, и вот, наконец-то, добрался. Итак, друзья, тема нашей сегодняшней презентации, тема того, о чем мы вообще будем говорить, это, конечно же, коллекция «Осень-зима» 2018 от команды «Парк Байсенчук». Какая моя задача, и как мы построим сегодня вообще наше мероприятие. Изначально я хотел бы рассказать несколько слов, скажем так, ту идею, которую мы вложили в коллекцию, ту идею, которая вообще послужила отправной точкой, и рассказать, наверное, чем вдохновлялись мы, когда работали над ключевыми образами коллекции, когда работали над вообще стилистикой, и что хотели сказать этой коллекции. После чего будет вторая, собственно, начать, когда у меня будет возможность уже поговорить о методике стрижки «Парк Байсенчук», показать вам четыре формы, я приготовил четыре стрижки, которые оттуда я на сцене все прокомментирую, все расскажу. Если у вас есть какие-то вопросы, у нас такой формат, мне кажется, ну, близкий, да, поэтому welcome, без каких записок, корзинок там, но рука, вопрос, ответ. Окей? Окей. Так, я попрошу только чуть-чуть еще музыку потише сделать. Вот. Значит, 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 так. Коллекция «Осень-зюма-2018». Каждый год мы с командой «Парк Байсенчук» презентуем некую коллекцию, задачей которой, задачей которой служат найти и обозначить определенные тенденции в парикмахерском искусстве, которые либо уже интересны, либо войдут в моду на протяжении ближайшего времени. Соответственно, в чем разница? Мы всегда говорим о том, что мы не работаем с модой, но работаем с трендами. То есть не работаем с модой, но работаем с тенденцией. В чем разница? Давайте еще, давайте сейчас уберем ее. Мне так проще будет, что-то не отвлекает. Не работаем с модой, но работаем с тенденцией. Вот в чем конкретно разница моды и тенденции, да? В чем разница моды и трендов, которые на данный момент есть? Если говорить вот вкратце, так немного утрировать все, то мода – это уже тот тренд, который уже вошел в моду, стал модным и уже о котором знают. Тренд – это скорее определенное настроение, которое, возможно, станет модным, а, возможно, и не станет модным. И вот если вы сейчас спросите у своих клиентов, Тамара, спросите вы, что сейчас модно, что нам ответить? Ну, средняя статистическая Тамара, что можно ответить? А? Коре. А еще? Окей, еще? Окей, ну это уже воск, такая прям, окей. Еще что скажете? Боя, омбре, длинные волосы, естественность, натуральность. Ну, коре, да, ну, пиксель для экстремалов, но модно, да. Вот. И, понимаете, вот этот пласт моды, да, то есть у меня и у команды Парк Басимчук не получается работать с этим пластом и не получается ездить по городам, например, и рассказывать. Ребята в моде омбре, да, вы прям этого не знали никто. Вы сидите и говорите, господи, он нам моду привез, вообще омбре говорит модно. И поэтому мы выбираем условно немного другой путь, немного альтернативный, на мой взгляд, чуть более сложный, это работа с трендами. С теми трендами, которые на данный момент появляются и которые на данный момент интересны. Как работает тренд и что это такое, да? Тренд это в любом случае каждый сезон, каждый сезон появляется какое-то количество трендов, да? То есть тренд это скорее образ жизни, образ жизни современного человека. Как сейчас хочет выглядеть современная девушка, какие волосы она выбирает, какие цвета она выбирает, какие бы она хотела выбирать и как изменится ее омбре, потому что мы знаем с вами, что омбре не может быть модно 10 лет подряд. И как бы оно нам красиво не казалось на данный момент, мы не сможем говорить о том, что через 10 лет будет то же самое, да? И все будут соревноваться, кто мягче сделает растяжку. Правильно. Кастрюлю мы уже прошли, дом, буре, уже все. Значит, соответственно, каждый сезон у нас есть какое-то количество трендов. И очень важно именно эти тренды считывать, да? Для того, чтобы считать эти тренды, конечно, есть огромное количество ресурсов. Я не знаю, начиная от фэшн-лика, заканчивая теториалом, заканчивая тем, что вы видите вообще на подиуме, чем вдохновляются дизайнеры, как работает мировая мода, да? Для того, чтобы понять, а что сейчас в тренде, а какие образы сейчас именно, ну, максимально интересны, да? Какие образы являются вот этой тренд модой, и что вообще здесь за настроение? Соответственно, далее, уже в дальнейшем, да? Какой-то из этих трендов, возможно, станет супермодным. Какой-то станет более, там, я не знаю, ну, интересным, но не войдет в моду на 100%. А какой-то тренд вообще уйдет и о нем забудут. А какой-то тренд станет очень популярным, но именно трендом. Знаете, что это? Это когда вот появляется какая-то супер такая вещь-хайк, да? То есть все хотят эту вещь, все ее покупают, но получается, что эта вещь не может, опять-таки, дольше, там, 3-6 месяцев существовать. Потому что уже все купили, все наигрались, и все это обходит так же быстро, как и появилось. Соответственно, то, что касается тренда направлений, то, что касается, а что сейчас в моде, и что сейчас интересно вообще. Думая и рассуждая о сезоне 89-2018, мы бесспорно обращаемся к разным источникам информации. В первую очередь, это та неделя моды, потому что на данный момент именно неделя моды дает нам огромный заряд вдохновения для того, чтобы понимать вообще, как изменяется мода, какие образы приходят на сцену, какие образы с этой сцены уходят, и так далее, и тому подобное. И плюс, еще, что нам важно с вами знать, это то, что тренд – это всегда то настроение, которое есть на данный момент и которое интересно. Потому что, ну, скажем так, я не знаю, может, вы, кстати, со мной не согласитесь, да, и тут я умою руки. Нельзя сейчас говорить о том, что каре в моде, да? Ну, не может быть мода на стрижку какую-то, вот согласны я? Вот как, например, каре в моде, и что теперь? Ну, вот мне тоже надо отрастить, да, по-моему, в мире каре, потому что иначе я не модный, да? А вам не идет каре, а вы вот там, я не знаю, напяливаете, напяливаете на себя, да? Или, например, а какое каре? Ведь согласитесь, каре может быть очень четкое вот такое, и все скажут, что это каре, либо вот такое, либо с мягкими концами, либо с четкими концами, с челкой, без челки, ну, и так далее, и тому подобное. И вот самое важное, например, чему и я всегда учу свою команду, и мы всегда говорим со сцены, самое важное – это не узнать какую-то тенденцию, потому что нельзя в нашей профессии думать конкретикой, типа, я прочитал, что супермодно бриться коротко, ну, например, или я прочитал, что супермодно красить в красный, и в сердце в красный, да? Самое важное – это понять, какое настроение на подиуме есть, да? Какое настроение есть в жизни, и под какое настроение вы будете делать свою работу. Вот, если вы знаете настроение, ну, давайте пофантазируем. Так было 10 лет назад. На подиуме было много агрессии, да? На подиуме очень популярна была любая агрессия. Это те времена, когда играла очень жесткая музыка, когда модели были на огромных каблуках, все в шипах, появились ломанные позы. Такие, помните? Брови черные, губы черные, дарк какой-нибудь, да? Помните, какие вещи, да? Вот влияние такой агрессивной, например, культуры. А что оно вот порождает? Вы будете работать с корой, да? И вы его сделаете каким? Максимально четким, резким, покрасить в черный, и оно будет соответствовать, ну, скажем, этому тренду. Логично? Да? А потом мы вдруг говорим, слушайте, вообще интересна естественность. Так не было, да? Тренд на естественность пришел, все хотят быть натуральными, все за естественную красоту, все забыли там про наркотики, алкоголь, все вспомнили о зеленых листях и вода без газа, да? И все только это пьют, еще что надо. И вдруг всем захотелось натурально выглядеть, да? Вы чикнули? Или покажи? Нет, я бы думал, если чикнулись, значит, точно. Вот, значит, и все захотели натурально выглядеть. И когда мы с вами говорим вдруг, что тренд на самом деле о натуральности, да, то вы это же самое каре пострижете по-другому, да? Вы сделаете его более, там, я не знаю, не уложенным, или более мягким, или чуть его углублите, и появятся более, ну, другие, скажем так, силуэты, да? То есть, ну, каре у вас видоизмениться, при том, что мы так и будем говорить, что каре мод. Вот, слава богу, времена одной стрижки или одного цвета, они прошли примерно с 50-ми годами. То есть в 50-х годах были последние такие стилистические попытки, когда мода диктовала всем, что нужно краситься в блог, потому что была Морбин Монро, и что надо завивать волосы до момента укладки, да? То есть где-то после 50-х вот этот стереотип начал уходить, и сейчас ни в коем случае, никогда, мы не говорим о том, что в моде конкретика, да? То есть что в моде, например, я не знаю, каре, либо еще что-то. То, что транслируем мы со сцены, это всегда и часто утрировано для того, чтобы вы могли понять, о какой тенденции мы говорим, да? Потому что, конечно, я показываю совершенно разные формы, и более какие-то коммерческие, и более некие, но в любом случае они чуть утрированные, чуть такие, ну, не знаю, может быть агрессивные, так скажем. Соответственно, рассуждая о сезоне 89-2018, здесь мы включили в эту коллекцию два таких сильнейших источника вдохновения, и те, эти два пункта, на которых мы построили вообще всю нашу коллекцию. Первое – это настроение и волосы 60-х годов прошлого столетия. Вот здесь чуть-чуть расскажу, потому что глобально, если мы сейчас почитаем там какой-нибудь журнал о моде, или посмотрим, я не знаю, какой-то источник информации, фэшн-тиви, то мы услышим, что в моде 80-е годы. В моде 80-е образы из 80-х популярные, интересные, и это действительно так. Но если мы с вами говорим именно о тренд-составляющей, то здесь сейчас невозможно не говорить о том, что 60-е очень сильно начинают влиять на моду, и особенно то, что касается именно волос. То есть именно те волосы, с которыми мы работаем сейчас, они очень часто вдохновлены 60-ми годами. Что такое 60-е годы, и чем они вообще характеризовались тогда, в прошлом столетии? Это, конечно, нам сказать необходимо, потому что для нас, и для многих из нас, когда мы говорим 60-е годы, ну, у нас что вспоминается? Я не знаю, начес большой и Роллинг Стоунс. Вроде были в 60-м, да? Но чтобы понять, как конкретно там работала тенденция, то нужно, конечно, туда углубиться. И я попробую сейчас вкратце основные какие-то характеристики из 60-х рассказать. Вот первое, наверное, что даже не так часто вы слышите, что 60-е это время сумасшедших перемен, это время революции, время, когда все меняется в моде, когда все становится по-другому, когда, я не знаю, но другие образы, другие герои, другие кумиры. И это действительно так. Но чтобы понять, что за революция вообще случилась в 60-х годах, тут важно понимать два, наверное, таких основных пункта. Смотрите, во-первых, чем легендарны 60-е, и почему о них так много говорят в моде. Вот изучая это десятилетие, мы пришли к выводу, что 60-е это единственное пока что десятилетие, когда у модной индустрии получилось изменить классическое лицо. То есть поменять стандарты классики и сделать совершенно другую классику, которой мы сейчас с вами до сих пор пользуемся. Если подробно, смотрите, 60-е глобально, это, конечно, началось. Они с очень таких интересных, провокационных образов. И действительно случилось так, что в 60-е годы столица модной индустрии, она переехала из Парижа в Лондон. То есть она из Франции в Англию перекочевала. И почему так произошло? Потому что 60-е, во-первых, это эра, когда зародилось огромное количество субкультур, огромное количество молодых каких-то движений, радикальных взглядов, я не знаю, других форм настроений, силуэтов. И все это начало создавать определенный бум в обществе. Об этом начали говорить. И это начало порождать разные, но новые силуэты. С этим связано то, что столица впервые, кстати, переезжает из Франции, скажем так, в Англию, для того, чтобы развиваться там. И именно в Лондоне, в 60-е, зарождается вот этот новый бунтарский дух. Что происходит далее? Вот эти субкультуры и молодые группы, они как могут влиять на моду? Смотрите, вот мы с вами сейчас ведь хорошо знаем, что на моду влияют, ну, давайте там, музыканты влияют. Ну, бесспорно, да? Вот сейчас все что слушают? Рэпчик, да? Ну, все слушают рэпчик и все на рэпчике, да? В моде спортивные детали, спортивные элементы, так рукой делать и так далее. Вот, то есть, ну, а, например, там, 7-10 лет назад там, какой-нибудь Орган Ролл влиял на моду? Конечно, да? И это же с нами было всегда, да? Всегда были какие-то герои сцены, которые влияли на моду. Но в 60-х это появилось, потому что до этого этого не было. Что было до 60-х? 50-е годы. Что такое 50-е годы, я вам уже подсказал? Это кто? Мэрлин Монро. Очень яркий пример, да? Вот 50-е я напишу Г, и Э, я напишу Мэрлин Монро. А чем, вот смотрите, давайте тоже немного фантазируем. Вот в 50-е годах, как человек получал информацию о том, что модно? Откуда? Ну, подождите, прям 50-е там журнал. Ну, ВОК, конечно, начал выходить, но так еще. Откуда еще? Ну, вот смотрите, в 50-х был бум на кино, а там были дивы, актрисы, кино-дивы, да? Но главная проблема заключалась в чем? Смотрите, как строились вообще 50-е? Во-первых, 50-е это не демократичная мода. Что я имею в виду? Мода не для всех. Почему? Потому что вы не можете, каждый из вас, выглядеть как кинодива с экраном. Потому что это сложно, это дорого, это действительно надо постараться. И надобранно, Бронен Монро, все понимают, что старались именно там ряд стилистов, а не она сама каждое утро на поле у себя крутила, да, кудрячка. Соответственно, есть источник моды. Это кино. Но кинодивы, что-то такое недосягаемое. Все кинодивы, вспомните то время, да, они все очень такие утонченные, ну такие прям вот, ну, есть я, есть вы, вот. А что происходит в 60-х? Мы с вами говорим о том, что появились Beatles, Rolling Stones, вся мода резко помолодела, героями стали другие люди, другие персонажи. И 60-е меняют вот эту картину кардинально, да? То есть приходят 60-е, которые говорят, у нас другие герои, мы не хотим быть похожими на Бронен Монро, мы не хотим быть похожими на Кинодив, у нас появляются какие-то сумасшедшие ребята из Rolling Stones, сумасшедшие ребята из Beatles, которые вроде как бы вообще не похожи на Бронен Монро, но все хотят подражать им. Ну и так рождается условно новая цепочка, новая цепочка трендов. Это супер, конечно, интересно, но результат этого всего какой? 60-е, во-первых, запомнились всему 20-му веку. Именно тому, что в 60-х зародилось понятие выверенного вкуса и минимализма. Потому что до 60-х едва ли можно назвать образ Модель Монро вообще в принципе минималистичный, скорее это все наоборот. Соответственно, в 60-е подарили ряд дизайнеров, которые повлияли на моду и которые эту моду вообще сформировали. В 60-х, несмотря на очень лаконичные простые силуэты, очень популярны и яркие принты. Но одно условие, чтобы эти принты были в четких геометричных формах. То есть четкий геометричный силуэт или форма и цвет, и нанесение яркого-яркого принта. 60-е это и образы, которые вдохновлены графичными формами, графичными стрижками, четкими силуэтами, такими моделями, как, вспомните, кто лицо в 60-х? Кто-то, не, не, вот ли. Твиги. Твиги, конечно, да. То есть триги это просто вот фактура 60-х на максимуме. А смотрите, давайте сразу же сравним Модель Монро и Твиги. Ну, насколько это разные образы, да, по стилистике. То есть это просто кардинально другая вообще. Кардинально другая. Тут все другое. Настроение, волосы, я не знаю, макияж, там. Ну, все другое. И, соответственно, и так же зарождается вот это увлечение, скажем так, ну, от стригания волос. Давайте назовем это так пока что. Соответственно, появляются короткие волосы, появляются четкие стрижки, появляются такие команды, как Иви, Далфасун, в том числе, которые говорят и рассказывают там условно о том, что мы стрижем именно волосы, а не укладываем эти волосы. Мы делаем стрижки, мы делаем формы. Зарождается понимание новой классики, да. То есть, смотрите, почему вот говорят, что 60-е изменили, да, вообще классические каноны, что больше никогда не происходило и не произойдет. Смотрите, вот ведь, если мы сейчас вот погружились в 50-е, да, вот образ Мерден Монро, если его описать, это именно средняя длина волос. Но мы же понимаем, что у него длинный волос, правильно? Да? Да? Вармонеж. Мы же смотрим, вы помните? Вот. У него длинные волосы, которые завяты в мелкие воконы, которые задают какое-то направление, правильно? Да? Или не было такого? Но которые при этом средней длины, да. Вот эта средняя длина, она была крайне модна, да, то есть, достигать средней длины именно укладкой, не отстриганием волос, потому что в 50-х не было такого, но отстричь волосы. И приходит на смену 60-е. И именно ведь в 60-х зарождается такой термин, как каре, как различная вариация каре и бом-каре, как длинные ровные волосы, как волосы с челкой, волосы, обрамляющие лицо. И все это формирует нашу с вами, ну, профессиональную классику, классические силуэты, которые уже после 60-х мы с вами сверкнут не сможем никогда. Сверкнуть, 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 сверкнуть. Вот. Соответственно, то есть, это как сейчас, да, я не знаю, там сказать, что оказывается классика – это вот стул красный на белая. Очень сложно будет, да, доказать это. Тогда было примерно так. Соответственно, еще вот легенда про Вошен Гоу. Все слушали такой девиз Вошен Гоу? Кому он принадлежит? Ну, примерно видал сосуду, да. Очень интересная история. Смотрите, вот Вошен Гоу я тоже одно время не понимал, когда только пришел в профессию, я, и уверен, вы тоже, сталкиваемся периодически с такими клиентами, которые приходят еще такие и все, и типа, слушайте, а вы владеете вот такой стрижкой, чтобы волосы без укладки лежали? Да? Есть такое. У всех было, да? Вы же не можете сказать «Здрасте?» Нет. Ну, как бы это, совсем уронили репутацию. Вы начинаете говорить без укладки? Ну, это вот английские, да, вот эти? Ну, вроде же да. Ну, так, конечно, владеете, там, ну, при 8. Ну, и все, легенда сошла, легенда продолжает работать, да? То есть, есть какая-то легенда, клиенты в нее очень верят, что есть какая-то техника, по которой вы стрижете и волосы лежат без укладки. Что видит клиент в этой ситуации? Клиент думает, что вы его подстригли, он лег спать, во сне проснился кошмар, перевернулось миллиард раз, я не знаю, с утра на этой голове я вот так и спала, проснулась, села перед зеркалом и волосы начали укладываться, да? Все лежит, объем, локоны, пункты, да, ну, то есть, просто потрясающе, вот. И, или помыла волосы, да, вот так протерла их, а они сами, вот так, и все легло, все получилось, да? Соответственно, но самое ужасное в этом, что мы с вами этот, ну, как бы, миф усердно поддерживаем. Она нас спрашивает, и до сих пор меня спрашивают, ну, а вы вот технику у вас там не надо укладывать? Я говорю, нет, нет, что вы, вот. И мы это усердно поддерживаем, они в это усердно верят, да? А дальше, знаете, еще какой интересный момент с мастером происходит, с самим. Он сказал, да, я владею этой техникой. Она ушла, вы ее подсередите, не плохо подсередите. Она приходит и говорит, слушайте, правда лежала, все так хорошо. Вы в себя поверили, да? Ну, как это там что-то происходит, да? Вы в себя поверили, и она приходит через два месяца. Еще раз подстриглась у вас, но в этот раз что-то не так пошло. Ну, у нее настроение плохое, это девушка, в конце концов. Уж не вам знать, да? И она приходит через месяц и говорит, слушайте, а вот последний раз что-то как-то вообще, знаете, ничего не лежало, но может что-то вы там накосячили. Вы говорите, да я так же вроде что-то видела, да? Ну, и дальше вы начинаете вот этим самопечиванием заниматься и думать, блин, я, конечно, видал сосуду, но не в совершенстве владею, а тем. И вот, где-то, видать, накосячили. Да, но даже никому в голову не пришло, что такой техники нету. Да? Ну, то есть, мы же все сами играем в эту игру, а что такое девиз «Мошн Гоу»? И почему он такой легендарный, был в 60-е? Честно, только когда я начал вот глубоко заниматься историей моды и пониманием, что конкретно было и что стало, мне вообще стало понятно, почему этот девиз такой революционный. Потому что, когда я пришел в эту профессию, мне было 15 лет, и я услышал в первый раз о девизе «Мошн Гоу», я бы думал, факт, вот это круто, да? Ну, ты подстриг, все без упланочки лежит, все ровненько думал, вот это что-то революционное. Вот в чем заключается девиз «Мошн Гоу»? Смотрите, вдумайтесь, помой и «Гоу», да? Иди. Что это значит? Вспомните сейчас Морлин Монроа, да? Это какой девиз? Помой, послушай, сядь, накрутись, подожди, вычеши, залей в очко. Иди. Далеко они вам, да? Смотрите, как интересно. 60-й, и почему так все реагировали на этот девиз? Он вам говорит, в вашем голове, да? То есть, мы можем что-то делать такое, ну, например, отстригать волосы ровно, чтобы ты с утра не завивала их, не укладывала, не там пенила, не начесывала, а просто шла. Или, например, делать такие стрижки, все узнали, да, я тебе дал стол? Вот. Делать такие стрижки, чтобы, например, их не надо было, ну, постоянно укладывать, речь не шла о том, что они всегда будут лежать в правильной линеечке, в линеечке и с объемом, да? Это просто подход к волосам совершенно другой. Не укладывай и иди, как было всегда раньше, а это было именно стриги и иди, да? То есть, помой и иди. И, соответственно, именно этот революционный девиз стал, смотрите, основой новой классики. Вам интересна эта история? Я могу еще чуть-чуть рассказать или нет? Ой, спасибо, друзья. Вот я думал, вот. Значит, смотрите, получается еще что? Вот я недавно посмотрел фильм про 60-е, ну, я много собирал информации, чтобы, ну, понимать и как-то прочувствовать это больше. Соответственно, знаете, там есть такая интересная, такие интересные кадры, это вот хроника про репортеров из Англии 65-го года, где на эту молодежь, на себя всем сумасшедшим вообще по тем меркам, местные англичане чопорные, воспитанные, говорили, господи, что это? Что это за отброс? За это должен кто-то ответить, что делают с нашей молодежью? И вот именно так пришла вообще тенденция венал Сосон, пришла тенденция коротких юбок, а короткие юбки, вы видите, в 60-е годах, и Мари Кланд, ее создательница, по-моему, это она, кто знает, нет? Вот, по-моему, это она, 90%. Вот, соответственно, и как резко негативно воспринимали этот тренд, и как резко негативно воспринимали эту тенденцию тогда, что здесь приходится сделать еще один урок из всей этой истории, и что никогда не...